привет всем будем стандартно тестировать не 11 ультра когда-то эта штука стоила 110 сейчас в районе 40 реально приобрести за ролик несколько раз скажу что я купил это дело за 34 и один из огромных его плюсов как у всех флагманов это защита от влаги выжил смотрим всем привет вы на канале пользы нет и здесь только быстрый обзор и долгие стримы разумеется съемка ведется на сам не 11 ультра и да я согласен что родные его микрофон и не фонтан но об этом вы узнаете в ролике что это такое это первый флагман от сяоми насколько он крут настолько что они решили ценник в прошлом году сделать такой что я его покупать не стал из плюсов это внешний экран смартфон несмотря на то что перегревается и огонял в твиче запись оставила на лайв канале и на твиче возможно еще тоже осталось вы можете посмотреть полтора часа у народ отработал без карты захвата напрямую через вайфай стрим на твиче плюсы геншин да он грелся иногда даже очень прям слишком бодро но в то же время самое главное смарт не вырубался из плюсов разумеется это стоковая камера ночную съемку к плюсам я не отнесу если вы это смотрите скорее всего вам хочется купить флагман пусть и прошлогодний не стоит ли это делать или нет во всяком случае мое мнение вы узнаете в ролике смотрим xiaomi 11 ультра эта штука которую год назад я не купил по какой причине потому что считал ее в р прайсом и не зря потому что в итоге она мне обошлась подписчики телеграм-канала скидок знают за 34 тысячи я как и многие купил ее долго она шла почему-то то есть недель шесть наверное я ее ждал но опять же как и многим моим подписчикам эта штука пришла сразу с гановской на 67 ватт зарядкой в прошлом году можно было бы хлопать в ладоши и кричать о как круто сейчас конечно я вздыхаю говорю идет мне от бибике кое-что на 200 ватт но об этом вы узнаете в роликах в принципе все равно что зарядка бесплатная хорошо вы могли выбирать если бы вы год назад покупали зарядкой вы хотите ультра или нет я не уверен что кто-то сказал что без зарядки может быть только сами работники сяоми для того чтобы поддержать как-то не знаю эта штука имеет влагозащиту ip68 эта штука является первым среди флагманов флагманов от сяомитов и у них очень много хороших решений если брать конкретно мой канал то у меня есть обзор даже на сяоми 12 с утра и он конечно overprice эта штука за те деньги что я купил мечта вот по-другому не сказать я не могу не хвалить аппарат который обошелся мне в более чем лояльную цену учитывая опять же что эта штука имеет защиту от влаги что у нас комплекте в комплекте нереальный запах химии не знаю сколько это дело мариновалось мне интересно когда он был получается произведен потому что если он там год валялся на складе это конечно печаль лютая но и это я переживу нет в июне 22 был он сделал значит у меня с аккумулятором что значит все в порядке то есть они все еще это дело производят чехол максимально дешевый для такого смарта но вот этот чехол мне пришел к слову за две недели не буду говорить что это почему потому что вы и так прекрасно знаете кто делает защищенные чехлы и какими я пользуюсь не буду будете еще считать что это реклама вот вот так это все дело закрывается мне удобно можно брать штатные но я вот за это дело если захотите когда себя фотографируете посмотреть что именно вы видите здесь есть экранчик за что им огромный плюс еще раз повторяю что smart 1 флагман от сяомитов и он реально эпичен потому что у него был внешний экран у него защита от влаги у него конечно водопад которая не люблю но заметьте фронтал очку они здесь расположили в правом верхнем углу то есть никак не по центру если брать по физике здесь есть и к порт здесь нет миниджека не знаю как я буду его хейтить тяжеленький он но постараюсь для вас разумеется только две симки можно запихать никакой карты памяти сюда не за пилить и вес 238 граммов это примерно как iphone 13 pro max если брать подбородок минимальный он есть если брать язык если это китайская версия у меня китайск у вас будет английский но разумеется все это дело великолепным образом перепрошивается на глобалку 74 миллиметра ширина высота 163 и ширина с блоком камер смотрим 12,7 без блока 9 миллиметров защитная пленка есть авито переполнена просто этими девайсами и это неудивительно и стиле 12 с ультра чуть чуть громче правда вот такие два флагмана по размеру плюс-минус одинаковые по толщине то же самое по странности блоки блока камер тоже ультра к слову нет никакого экранчика я считаю это фейлом и цене конечно в три раза больше смотрим розыгрыше море читаем описание какие сейчас актуальны в конце августа разыгрываю два смартфона постоянно еще пять ми бэндов шестой серии разыгрывается за лайк подписку и комментарии к любому видео подписывайтесь колокол разумеется на сяоми и один с был обзор на канале нами 12 на 12 x на 12 про на 12 с ультра еще многие какие сяоми были перейдем же к смартфону полетели в продаже имеется черная и белая расцветка данной модели внешний смартфон выглядит привлекательно и футуристично даже в 2022 тыльная часть выполнена из керамики а рамки алюминиевые в руках без чехла как и чехлом лежит удобно и пользоваться им даже одной рукой довольно удобный корпус очень марки так что без чехла не обойтись да и в принципе камера так сильно выпирает что лучше чехол надевать еще ее прикрывать сборка качественные материалы тоже на правом борту расположена кнопка питания и качели регулировки громкости кнопки слегка люфтят но не критично так почти у всех далее есть разъем для зарядки избитой пси версии 20 что как по мне файл но этим грешит очень много флагманов даже этого года также мы имеем два микрофона наличие к порта за что отдельное спасибо динамике два основных один разговорные звучание здесь стерео и настроена на совместно с harman kardon не скажу что она мега топовая по мне она чуть-чуть обрезанная то есть нет ощущения что оба динамика одинаково хороши в стоке есть несколько готовых пресетов для звучания но кастомного эквалайзера нет смартфон имеет защиту от пыли и воды класса ip68 и об этом вы уже узнали в начале ролика если вы смотрите этот обзор я не сказал что он утонул значит он не утонул и летим дальше смартфон оснащен amoled dot дисплеем на 6,81 дюйма с разрешением 3200 на 1440 точек w hd плюс класса дисплей мэйд а плюс покрытым корнин горилла глаз виктус соотношение сторон 29 контрастность 5 миллионов к одному цветовая гамма стандартная 10 и p3 1 целая 7 сотых миллиарда цветов настройка цвет от рукала hdr 10 плюс dolby vision на борту и технология м е м си плотность пикселей с запасом 515 пипя и в яркость 900 нет по заявлению производителя но это не так однозначно сотни обзоров про это уже были ничего не допилили предел по яркости не в автомате где-то 600 1700 это перекрученный белый об этом тоже не один я рассказывал ничего не поменялось при прямом попадании света на экран с включенной авто яркостью яркости лично мне на улице не хватает частота обновления экрана 120 герц на выбор также из 60 герц и динамическая герцовка точно 480 герц тест на частоту дискретизации сенсорного отклика вы видите на экране я встречал тач куда лучше здесь точно 400 нет вообще никаких на думаю вы и так понимаете 10 димминг на борту шим без 10 димминга на 100 процентах яркости 4,6 на 50 35 на минимальные 14 на 0 и 11 с включенным 10 диммингом на сотки 4,7 на 50 16 на минимальный 14 процентов на 0 и 9 целых одну десятую показатели от шима в целом без 10 димминга тоже неплохие для подобного экрана лично у меня глаза от экрана не уставали вообще что радует но я и не особо чувствителен к шиму автояркость датчиком внешнего освещения в 360 градусов на борту и работает вот она корректно по разными углами тон картинки слегка бросает в холодный оттенок полноценный альверсинг дисплей разумеется в наличии мультитач на борту и на 10к сании экран откликается что хорошо разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев внедренного в экран и распознавание лица сканер отпечатков пальцев расположили на удобной высоте к нему привыкать нет смысла работает он хорошо но не сказал бы что прям супер быстро зарегистрировать отпечаток одного и того же пальца можно но на работу от сканера отпечатков пальцев это вообще никак не влияет распознавания лица срабатывает шустро даже под углом нести биометрические данные можно до двух лиц далее подбородок у экрана есть и он минимальный экран хороший чего-то невероятного не заметил в каких-то вопросах он показал себя отлично цветопередача приятная картинка четкая детальная для персонализации экрана интерфейса в стоке достаточно много полезных функций различные улучшения фото видео контента тоже на борту далее особенность данного смартфона как многие уже знают это сенсорный мини-дисплей который по факту очень удобный настроить его можно под свои предпочтения на нем можно отображать заряд аккумулятора время индикатора уведомлений и не только стиль можно изменить к примеру можно установить надпись анимацию или даже свою фотографию с него можно управлять музыка отвечать на вызовы а также использовать для селфи съемки как как видоискатель притом не только для фото но и для видео это они допилили уже потом и это прям безумно удобно в качество картинки по мне для этого экранчика хорошая идея просто топ жаль они не развивали летим дальше процессору установлен печка qualcomm snapdragon 3 восьмерки с техпроцессом 5 нанометров восьми ядрами максимальная частота которого 2,84 гигагерца графический процессор адрена 660 интерфейс миюай 13 на базе андроида 12 оперативная память lpddr5 и доступна на выбор 8 или 12 гигабайт виртуальное расширение узу есть еще раз повторяю что это абсолютно бесполезная маркетинговая фишка внутренняя память ufs 3.1 на выбор 256 или 512 и напоминаю что расширить внутреннюю память ставив micro sd здесь возможности нет имеется поддержка вай фай 6 и 6 серии поддержка 5g сетей также установлен модем x60 из шестого поколения что для нас вообще не особо актуально для 4g есть бенда 7 и 20 связь ловят отлично звучание во время разговора тоже отличная микрофон и не подводили а датчик приближения для сяоми стандартные работает он печальный запись разговора на борту и без уведомления начале записи собеседника вел то есть а вот в его вайфай нет вибромоторчик ох аптекс тактильно приятный и настроить уровень тактильной отдачи возможности есть мне он особенно понравился редко когда это дело выделяю здесь он хорош bluetooth предпоследней версии 5.2 nfc смартфон разумеется поддерживает можно расплачиваться в россии мир пм напоминаю из навигации на борту gps глонасс галилео байдол gps тест городских условиях показывает стандартную точность 3 метра это стандартно для куалкома емкость аккумулятора 5000 миллиампер часов писи марки смартфон выдал 6 часов 22 минуты осталось еще 20 процентов заряда тест я проводил при максимальном разрешении экрана на 100 процентах яркости 120 герцах принудительных за один час просмотра видео на ютюбе по вайфаю и 100 процента яркости улетает 14 процентов заряда это хорошо за первый час игры в геншинг impact и одновременном стриминге через twitch уходит 25 процентов заряда и разумеется все это делаю по вайфаю не через карту захвата за второй час ушло 27 процентов вот такая неравномерная разрядка получается играть в целом на смартфоне довольно комфортно но греется он прилично также заряд аккумулятора быстро высаживается яркость понижал через три минуты с другой стороны iphone 13 про макс понижает последнее время вообще через минуту в геншине вот такая вот беда с более легкими играми смартфон справляется хорошо никаких проблем с тем же папкам танками ли стендов 2 нет смартфон поддерживает быструю зарядку на 67 ватт беспроводную зарядку на 67 ватт и реверсивную на 10 ватт заряжается он от 0 до 10 процентов от родного адаптера питания за 7 минут от 0 до 40 за 25 от 0 до 80 за 47 от 0 до сотки за 1 час 4 минуты перейдем же к тестам тротлинг тест проходит не очень хорошо 172 гипса минимально максимально 271 в среднем 216 гипсов на 100 потоках при 30 минутах geekbench и в сингл кори 857 мульти кори 3130 3d марки показал wildlife 4737 wildlife extreme 1308 wildlife стресс-тест 4565 wildlife extreme стресс-тест 1261 slingshot extreme и slingshot разумеется на максимум в antutu выдал стандартные для 2022 года для средняков 738 тысяч попугаев хотя они 800 уже выбивают да и стоит 20000 ладно это тоже лирика сторож тест показал 56 тысяч 45 минутный стресс-тест прошел но с трудом так как он быстро перегревается и еще раз повторяю что если поставить ограничение в 45 градусов он его не проходит а вылетает на 6 минуте очень быстро греется результаты вы можете наблюдать на экране результат теста искусственного интеллекта вот уже неплохо 1 миллион шестьсот восемнадцать тысяч основной блок камер стильной части состоит из трех модулей двухцветные лет вспышки камера для 2021 год считались одни из лучших по версии dxo mark не знаю что они там нашли ну ладно основной сенсор самсунга на 50 мегапикселей с оптической стабилизации апертуры f 1,95 мало уже в этом году двойной встроенный ios fusion и dual pixel pro сверхширокоугольный сенсор на 48 мегапикселей с углом обзоров 128 градусов и телеобъектив на 48 мегапикселей со 120-кратным зумом цифровым который по факту вообще не нужен десятикратный гибридные пятикратный оптический зум тоже на борту особенности это лазерная вкусировка ночной режим версии 20 съемку ультра ночных фотографий аудиозум запись видео доступно в максимальном разрешении с основного модуля 8к 24 fps 4к 60 fps разумеется также есть но нет 120 fps хотя это есть на флагмане прошлого года от ван класса ван класс 9 про кукусики да только стоит он ну ладно это вообще тоже отдельная история стандартная стабилизация спокойно работает 4к 60 fps и в 8 к 24 fps а уже два следующих режима стабилизации только при 1080p 30 fps замедленная съемка максимум может снимать в максимальном разрешении 1080p 1920 fps фронтальный модуль на 20 мегапикселей максимальное разрешение для съемки видео у него 1080p 60 fps фронтальный модуль неплохой ну конечно для флагмана имеет такое маленькое расширение на фронтальной камере не очень это обычно у бибики не хотят они как самсунге или яблоки делать фотографии получаются качественными как ночные так и дневные видеосъемка днем хорошая то цветопередача приятная пересветов практически нет ночью съемка на основной модуль хороша не считая бликов от источников света но как их не считать правда стабилизатор отрабатывает хорошо 8к максимальная длительность съемки 6 минут мало кому она нужна но вот есть микрофон исправляются плохо не только мое мнение я не знаю как они это делали но вот вот так сяоми с 11 ultra пока специальные и не обновлял фронталка 1080p 60fps ночь час ночи мурина и роллинг шаттер лютый обновим посмотрим что будет и вот он двухоконный режим еще ничего не обновлял специально еще раз повторяю что на сяоми на с 12 ультра такая же дребедель что можно в режиме реального времени менять положение камер увеличивать одну уменьшать другую и пока так но фронталка не самсунговская и не яблочная однозначно основная камера разумеется 8к 24 fps но сейчас я снимаю в 4к 60 fps это в более чем достаточно стопом не работает путь еще учитывая мою скорость и походку очень даже неплохо баланс белого прыгает и это не тот свет который я вижу здесь теплый свет то есть смартфон выкрашивает все в удобный для него цветовой гамме а зря слышите шум это поезд фронталка 1080p 60fps по идее здесь желтый а вы видите белый фронталка день и хорошая плохая новость хорошая новость обновлять смартфон было не нужно то есть обновление были последние то что ночью гонял плохая новость то что роллинг шаттер во флагмане 2021 года вот сяоми который первый не боится воды и все дела роллинг шаттер и черт с ним с тем чтобы не видите там облака не критично и может быть терпимо разрешение но роллинг шаттер серьезного за год они не смогли допилить так чтобы его не было окей 4к 60fps и опять же жалуюсь и на какие-то моменты не с точки зрения того за какие деньги я его приобрел я скорее всего себе его оставлю буду с ним ходить либо с этим либо с xiaomi 12 с ультра а с точки зрения того что если бы я в прошлом году приобрел данный девайс за 100 с копейками а так он мне и выходил на старте продаж вместо этого я купил xiaomi 11 то как минимум я бы через год расстраивался одно дело когда ты покупаешь бюджетник пока кричит что у тебя на f3 датчик приближения глючит но с одной стороны тебе терпимо с другой стороны ты надеешься что его допилит его как то допиливают он конечно не фонтана работает но это смарт который стоит 19000 а когда ты покупаешь смартфон за 100000 ты видишь роллинг шаттер даже через год после обновления прошивки но это такое себе очень удобная штука что я вижу себя когда снимаю и фактически основную камеру можно использовать как фронталку в этом смысле сяомишки молодцы опять же в одиннадцатой серии а в 12 серии они это почему-то выпилили даже в чб варианте можно было бы жека экран также вставить это было бы опять же уникальный флагман ультра и 12 с такой нет его только дребезжание автостаба лучше чуть-чуть фронтальная камера солнышко сяоми 11 ультра и пока я иду так как пример съемки кому-то будет интересен сразу мини информация есть новый способ развода это сегодня на себя ощутил сидят собаки в переходе без намордников без ошейника вы к ним пытаетесь подойти убрать вам подбегают девушки кричат что вы пытаетесь их украсть а потом на ваше замечание что собаки разумеется немецкие овчарки являются слишком большими они вызывают разумеется сотрудников и сотрудники ничего не могут сделать потому что вроде бы вы к ним обращались и в общем эта история крайне неприятные если вы видите подобное сразу обращайтесь по органы никому не подходите я вот даже не подходил все снимал на видео вроде но все равно перенервничать под самую не боюсь минус полтора часа жизни и минус нервов а ущрение каким образом развести народ на деньги ну вы понимаете да что такое что просто сидит две собаки дети мимо проходит шугаются и напротив стоят люди которые ждут реакции для того чтобы моментально сделать себе каш проще говоря будьте бдительны и вот так фронталка снимает облаков к слову почти нет и вы их принципе вот сейчас можете наблюдать без лица конечно наблюдаются они значительно лучше и ультраширик движение вперед съемка с одной руки вот так вечернее время пока еще солнцем будет снимать ультраширик у вас на смартфоне которому уже год но он все еще флагман 4к 60fps вроде бы не так и далеко от мурина как вы видите в принципе это и есть мурина и по большому счету и до метро минут 30 но вначале здесь была красота а теперь здесь скорее всего тоже построен дома здесь построят дома вот там уже построен дом и вся романтика потихоньку уходит надеюсь вот там не построить ступер ступер стабилизация работает только в 1080p 30fps сейчас вы видите смеркалась бурина и вот сейчас я пробегусь я думал что вообще даже в одной руке не видите никакого расколбаса сейчас понижу стабилизацию при том средняя стабилизация тоже возможно только при 1080p 30fps так странно но обычно разумеется 4к 60fps при том самое интересное сенсор ный экран когда вы начинаете съемку остановить где-то через две секунды довольно сложно он не реагирует только через пять секунд вот так в сумерках это дело снимает с одной руки 934 к 60fps вы видите как он может записывать огни то есть в принципе вот этим болеют обычно камеры смартфонов либо прошлого года эти зайчики либо у кого запотевание линзы либо еще какая-то беда но это ультра год уже допилена новенькая свеженькая с допиленной прошивкой вечером при том сейчас не супер ночь и странно странно и не только у меня такая беда к сожалению может быть дело в оптике может быть 100 что-то притом ну не знаю как это все не освещалось особо сильно когда они только вышли наверное лучше они были до очередная ночь а у мужа 3 у меня с этим девайсом и все так же мы лет камера неоновые вывески вот этот донор если вы помните очень много смартфонов ниже классом имели возможности сейчас ручной фокус был имели возможность спокойно прорисовывать тогда ну и разумеется шумная фронталка на 1080p 60fps видите сколько шумов видите а вот фото фронталка вытягивает довольно неплохо то есть допустим я фотографировал позади меня был один неона когда уже фотография обработалась даже часы были видны плюс карму но как вы видите подсветка сейчас попробую включить 4к 60fps съемка против солнца и по мне ночью девайс не справляется одним даже в этих лютых солнечных условиях меня лично все устраивает пишем как вам x6 было еще немного теста фронталки да она отлично имеет стабилизацию но я только что ну почти только что сейчас час ночи иду после стрима стримы на этот аппарат два часа и что я могу сказать все очень плохо то есть эта штука как пока f3 помните в свое время сбрасывает яркость через три минуты игры в геншин через три минуты да он не вылетает но чтобы вы понимали зайдите на стрим antutu показывала 70 градусов 70 у процессора когда ты приостанавливаешься где-то в течение минуты она сбрасывает до 60 если надеть чехол я могу предположить что все будет мягко сказать еще хуже это с фактически играл без чехла брал благополучный телефон в руки и левая рука у меня постоянно по тело было очень очень жарко первый час он съел около двадцати двух процентов а потом съел 25 процентов предполагаю что на третий час он бы съел процентов 30 то есть максимум этот телефон может вывозить три часа игры в геншин и когда многие говорят что саня ну это флагман в чем что его топить нельзя nokia 3310 точнее можно по съемке вы сами видите это фронталка это уровень биби кей это шумы но может чуть-чуть лучше ну прям чуть-чуть ночью мне его съемка не нравится вообще никак и в тысячный раз повторяюсь что вот эта вот штука от фонариков это не линза или еще что-то специально пересмотрел несколько обзоров людей которым я доверяю и у них такая же беда smart не должен так снимать во всяком случае флагман однозначно за сотку или за полтинник ультра ширик и до вспоминаем последующих 12 про 12 с ультра которая тестировал запотевающими линзами и кажется может быть и в эти все и так плохо да это как говорится смотря как смотреть немного съемки ночной на телевик 4k 60 fps и она по-настоящему прям радует вот диодами телевик справляется по мне чуть ли не лучше основной камеры удивительная рядом как говорится правда съемка разумеется очень таки хорошо кому нужен телевик как мне многие скажут новым феникс он тоже есть основная камера 4k 60 fps виду плавно сначала против солнца потом солнце позади и водой руки несу хорошо снимает днем ультра ширик 4k 60 fps тест автофокуса 1 2 3 4 5 6 телевик тест автофокуса 1 2 3 4 5 6 основная камера тест автофокуса 1 я не вижу плавно во всяком случае на телефоне это не плавно хотя вполне возможно что в записи будет и плавная картинка по переходу на телефоне кажется рваная еще одну мини проблему выявил тест при фотографии на телевик там с автофокусом вообще беда то есть нужно очень долго и упорно мучиться подбирать угол подбирать освещение чтобы объект поймать и сфотографировать прилично разумеется вы все фото видите просто волшебные в сети но поверьте это не просто людям делать с этого аппарата в hdr тест микро и картинки 1080p 30 fps максимум на фронталку без hdr фронталка тянет 1080p 60 fps минус это старая версия юсб тайп си нет миниджека скромная зарядка на 67 ватт фронтальный модуль не радует сброс при играх яркости практически моментальный перегрев лютый микрофон и при видеосъемке показали себя плохо небольшая автономность нереальная яркость низкая для флагмана большие габариты нестандартная развесовка нет 120 fps для 4k некорректная работа датчиков приближение в принципе а мог бы как в лайв канале на твиче долго перечислять эти недостатки я думаю они вам не нужны цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео я считаю что для флагмана минусов конечно очень много с одной стороны с другой стороны здесь есть глобальная версия и кто-то с ними ходит только кто среди блогеров не знаю может у вас есть знакомые которые ходят сми 11 ультра вместо допустим вон класс 10 про но это тоже лирика резюмировать резюмировать я бы хотел довольно просто еда микрофон и здесь ужасные разумеется на сам смартфон пишется вход пусть картинка более или менее ничего но то как они пишут звук но это хуже некуда вы видите как здание не достроено вот примерно это то же самое что смартфон только это сдать и построит а смартфон не допилят rolling шаттер не убрали перегрев остался яркости не хватает какие из каких-то флагманских штук это только защита от влаги который есть пусть в глючном но в санцунге а 53 за 20000 рублей да и все то есть вот больше ничего сказать не могу почему потому что основная фишка была во была второй экран у сяоми мид 12 с ультра это дело убрали хотя это вроде бы тоже супер флагман если вы умудрились купить этот смарт до 40 тысяч рублей я вас поздравляю вы сделали правильный выбор продавать его на авито если вы хотите купить флагман то это не тот флагман который бы я советовал из прошлого года с прошлого года лучше купить тогда раскошелиться пусть даже гипотически а кирпич от но вы какое-то время с манаром нормально сможете пользоваться iphone 13 promax 79000 на яме либо на олежке поищите либо iphone 13 про и я не ярый яблочник просто это смартфоны которые практически нет не теряют цене этот чтобы вы понимали на ли мне в прошлом году обошелся бы в 110 тысяч в этом я купил ладно курс сыграл там на 20 процентов но внимание за 34 ну то есть это я представляю людей которые купили вот это дело перегревающиеся с rolling шатром с недостаточной яркостью с какими-то программными косяками с объективно не флагманской съемкой ночью но это перебор подписывайтесь на канал пишите в комментах что еще купить на обзор даже мрачные затея приобрел на этой распродаже можете в телеге посмотреть потому что вы выбили достаточное количество лайков как я их продам на вид и я не знаю я сразу говорю затея не советую покупать этот смарт я советую до 40 тысяч если есть возможность новые приобрести и перепродать девайсу нет добра и удачи вам дорогие друзья